Пятница, Вторая Седмица и Великого Поста «Возобладай над чревом, пока оно не возобладало над тобой», говорит преподобный Иоанн Весвичник. Как рано надо начинать детям поститься? По учению древних отцов, здоровый младенец не постится лишь тогда, когда еще питается молоком матери, то есть примерно до трех лет. В древности еврейские женщины кормили младенцев своим молоком на трех лет. Вместе с необходимостью соблюдения той или иной меры поста следует позаботиться о предохранении детей от привычки пресыщения или слишком частого, неустановленное время принятия пищи. В этом отношении святитель Феофан Затворник дает родителям такое указание. Должно так питать дитя, чтобы, развивая жизнь и тело, доставляя ему крепость и здоровье, не рожать в душе плотоугодие. Не должно смотреть, как дитя мало. Надо бы на спервых лет начинать остепенять преклонную грубому веществу плоть и приучать к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юности, и после них легко и свободно можно было управляться с этой потребностью. Когда дети подрастут и определятся их характеры и склонности, родителям надо проявить тактичность в отношении нормы их поста. Нельзя, например, лишать их сладкого против их воли или проводить в постные дни такое снижение качественного состава пищи, которое будет выходить за пределы обычной нормы церковного устава. Для слабых и больных детей, естественно, могут быть допущены ослабления и отступления от поста. Точно так же у взрослых детей, юношей и девушек нельзя уже насильно держать на строгом выполнении всех норм поста, если они будут сильно тяготиться им. В этом случае пощение не дает пользы душе, а может ее ожесточить. Господь сказал, Милости хочу, а не жертвы. И весь смысл поста в добровольном воздержании и ограничении себя. И чтобы для взрослых детей не было тяжелой обычной нормы поста, детей следует приучать к посту самого младшего возраста. Пост тела есть пища для души, говорит святитель Иоанн Златоуст. В то есть животный столько силен, как лев, но из-за чрева своего и он попадает в сети, и тогда все могущество его смиряется, говорит преподобный Иоанн Колов. Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи, те, которые воздерживаются от пищи и ведут себя дурно, уподавляются дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить, говорит Василий Великий, святитель. Начальник бесов есть патч-еденица, а глава страстей есть объедение. Преподобный Иоанн Лесвичник Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы при усмирении плоти постом, легче мог вступить в брань с прочими страстями, говорит преподобный Ава Серапион. О духовном пощении Пост телесный подразумевает ограничение в пище, употребление особого вида пищи, редкий прием пищи. Душевный пост также должен включить в себя ограничение внешних впечатлений, пищи души, информации, которую привык получать человек ежедневно в огромных объемах, контроль над информацией, то есть над качеством пищи, которую получает душа, исключением того, что раздражает страсти, редкий прием пищи, то есть периоды уединения, молчания, безмолвия, пребывания с самим собой, которые дают человеку возможность познать свои грехи и осуществить главную цель поста – покаяние. Наши страсти тесно связаны с чувственными образами. Страсть появляется в сознании в виде греховного образа и наоборот греховный образ, воспринятый со стороны, возбуждает страсть в нашем сердце. Преподобная Синклитикия называла «Глаза – окнами смерти». Сценой, на которой непрестанно демонстрируются человеческие страсти во всем их разнообразии, эффективности и защищенности, в наше время является телевизор. Он похож на источник постоянной радиации, который облучает смертоносным стронциям психику людей. Телевизор держит человека в страстном напряжении, как будто в пространстве его экрана заключен сгусток всех чувственных эмоций, страстей, похоти, жестокости, преступлений. То, с чем человек в прошлые века мог и то случайно соприкасаться несколько раз в жизни, скажем, картина убийства, теперь он видит каждый день. Душа имеет три способности – разум, эмоцию и волю. От неразлучной дружбы с телевизором воля у человека обессиливается, как у тех, кто часто принимает сеансы гипноза. Чувство притупляется и требует новых острых ощущений и допингов. А разум становится порабощенным, сменяющимися друг друга картинами, которые заставляют его жить в каком-то фантастическом мире, в постоянно продолжающейся фантасмагории. У разума две силы – образное и словесное общение. Слишком обильная, неуправляемая информация развивает низкую механическую память, но подавляет творческую силу и энергию. Ум становится дряблым и пассивным иждивенцем чужих мнений и идей. Картины, которые человек увидел на экране телевизора, вращаются в его подсознании, всплывают в памяти, мелькают в сновидениях, как призраки. Мышление становится поверхностным, а язык болтливым. Защитные силы психики истощаются, не будучи способными справиться с лавиной впечатлений. Где место для безмолвия, для сердечной молитвы? Где оно? Человек не видит самого себя. Он живет, как будто не в доме, а в театре с непрекращающимися представлениями. Святые отцы говорят о том, что существуют три вида деятельности ума. это созерцание, рождающееся в безмолвии молитвы, рассуждение и воображение, при этом воображение самый низкий вид мышления, соединенный с чувственными страстями и фантазией. Святые отцы заповедовали пребывать в молитве, давать, когда это нужно, в практической жизни место рассудочному размышлению, при этом взять его меру и пределы и бороться с воображением, как со своим противником. А телевизор способствует обратному развитию воображения, подавлению творческой силы ума и потерю молитвы. человек, проводящий время поста у телевизора, похож на обжору и пьяницу, который глотает все без разбора, даже не разжевывая куска, при этом считает, что он держит пост по всем уставам церкви.